Всем привет! Это канал Собервижн. В сегодняшнем видео мы попробуем предложить нашим огненным муравьям подоить тлю и посмотрим, способны ли они это делать. Итак, я узнал, что гиминато может пасти тлю и решил это проверить на своей колонии. Для эксперимента я нашел тлю на различных растениях. Вообще, я нашел тлю разных видов, так как внешне она отличалась. Затем я срезал часть растений с тлей и поместил их на арену. И да, ребята, все подтвердилось. Муравьи не уничтожили ее, а приступили к дойке и начали собирать вкуснейший сахарный сироп, который давала им тля. В этом выпуске мы посмотрим, как соленопсис гиминато получают от тли этот сладкий сироп и узнаем поподробнее об этих маленьких коровах из вида насекомых, которых так любят пасти муравьи. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Спасибо, приятного просмотра! Итак, что же такое тля? Тля – это небольшое насекомое, которое питается растительными соками. Размеры этих насекомых от 0,3 до 0,8 мм, хотя некоторые особи достигают 5-7 мм. В природе их насчитывается около 4000 видов. Многие представители тли являются опасными вредителями культурных растений. Для питания у тли есть специальный хоботок, которым она прокалывает поверхность растения и пьет растительный сок. После переработки этого сока тля выделяет сладкий раствор, называемый падь. Дальше, я думаю, углубляться не будем. О размножении и развитии тлей вы сможете прочитать на множестве сайтов. Гугл поможет. А мы лучше вернемся к нашим муравьям, которые уже вовсю начали доить тлю и получать падь. Вот, например, один из моментов. Муравей усиками нажимает на тлю, и она дает сладкий сироп, который моментально съедается подбежавшими муравьями. Вообще, чем чаще муравьи воздействуют на тлю своими усиками, тем быстрее тля начинает давать вкуснейший сахарный сок. Поэтому гимината облепила тлю, и все усиками пытаются поскорее получить сладкую падь. Из некоторой тли муравьи добывают сахарный сироп силой. Вот, посмотрите. Один муравей захватывает тлю своими челюстями, и та от страха, возможно, и от боли, выпускает падь, которую собирают другой муравей. Ну, а те, кто вообще отказывается давать еду нашим муравьям, получают по заслугам. Вот такая интересная дружба у муравьев с тлей, которая называется мирмикофилией. Некоторые виды муравьев заботятся о тле и переносят ее на новые молодые свежие побеги, где листья более нежные и сочные. Есть даже такие виды тли, которые специально удерживают себе сладкий сироп, не дают ее муравьям до тех пор, пока муравей к ним не подбежит и не просигнализирует, что он готов выпить эту сахарную жидкость. Ученые подсчитали, что в среднем одна тля способна вырабатывать до 25 миллилитров сладкого сиропа в сутки. Вот такой вот получился интересный эксперимент. Надеюсь, что вам понравилось, ребята. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр еще раз и до новых встреч. Всем пока-пока.